Вот когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Очень много. А вы подумайте для начала над двумя вопросами. Первый вопрос. Коронавирус – это рукотворная инфекция? Или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была? Второй вопрос. Не ответим пока на этот вопрос. Но скажите, в мире, начиная от моих коллег политиков и заканчивая ниже, и другие попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь или психоз? Вот над двумя вопросами подумайте. Кому надо и как кто воспользовался? Кто-то объявил, что это война, надо желтые жилеты вернуть с улиц куда-то, свернуть. У кого-то выборы, у кого-то еще чего-то, и каждый начинает вертеть, крутить, с огнем шутят. Но это мы с вами на эту тему поговорим потом. Появилось много людей, ну, может, в Беларуси не так много, глава администрации занимается, госсекретарь этим, хайпануть модно сейчас на этой теме в интернете. Мы начали отлавливать таких и спрашивать у них. Понимаете, вот психоз и так, его хватает, а надо подогреть где-то, показать. А так называемая позиция пытается это использовать против власти. Ну, я помалкиваю, время нас рассудит. Но только помните, никто ниоткуда ничего нам не даст. Путин объявил неделю выходных, да, неделю выходных. Но у них 550 примерно миллиардов золотовалютных резервов в Центробанке и 120 примерно миллиардов Фонд национального благосостояния. И потом, ну, кто там сегодня на выходных? Труба-то работает, нефть качается, все равно газ качается, пусть дешевле в два раза, но качается, а обратно идет валюта. У нас это есть, у нас этого нет. И тем более все, друг, познается в беде. Все быстренько закрылись. И нам, на что я вас всегда ориентировал, выживать надо, вот как будто ты один в мире. А если будет лучше, ну, это будет вдобавок. Вот оно так и произошло. Закрылись, а все друзьями рядились. Все у нас в друзьях ходили. Но я всегда имел в виду, что рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми. Поэтому мы однозначно выживем.